Чемпионат «Молодые профессионалы» привлекает все новых юных специалистов. За путевку в финал борются 210 конкурсантов. За три года количество компетенций, в которых соревнуются участники, выросло больше, чем в два раза. В борьбу впервые вступают опытные мастера в соревновании «Навыки мудрых». Также эксперты определяют лучших в девяти юниорских категориях. Юниоры – это те, которые еще не знают профессию, они пробуют только новое, узнают. А взрослые, так как мы уже четвертый курс, мы уже осознанно идем на этот конкурс. Третий чемпионат и только положительные эмоции от участия и приобретения опыта. Наши ребята усовершенствуют свои профессиональные навыки, растут в своей профессиональной деятельности. В прошлом году брянская команда прошла в финал соревнований и завоевала пять медалей, в том числе одну золотую. Молодые профессионалы стали третьими в зачете по Центральному федеральному округу. Сидел в последний полосу, в войне у нас в мире, в Московской области, и это тоже исключает. Удоровая компания в России, в основном, в поддержку инициативу молодожи. А так это предприятие, как чемпионат молодые профессионалы, отличный для профессионального оборудования, повышения инвестиций в рабочем профессии, администрации. География участников расширяется. Фауста Мелли возглавляет делегацию из Италии. Его подопечные продемонстрируют навыки в поварском деле. Юные врачи, экскурсоводы, парикмахеры и предприниматели доказывают. Профессионализм не зависит от возраста. У нас шесть участников всего. Разрабатывала Субодая фабрика. Автоматизированная база данных, которая позволяет хранить, добавлять, удалять материалы, фурнитуру, другие предметы. Это интересно, это новый опыт, естественно. Есть возможность побывать в новых местах. И действительно узнать, на что ты способен. Впереди четыре дня соревнований. Имена победителей будут объявлены на торжественном закрытии чемпионата 1 марта. Валерия Бурносова, Александр Жучков. События. Брянск.